Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал Посылка из Китая. Наконец-то к мне пришла очередная посылка. Это микрофон BOYE BY-M1. Недавно я уже покупал себе петличный микрофон. Это был ATR, аудиотехника ATR 3350AS. Но, к сожалению, он мне не очень понравился своим качеством, очень тихий уровень записи голоса, и поэтому я решил заказать себе BOYE. Итак, перед вами содержимое посылки. Что у нас здесь есть? Это у нас подарок от продавца и, собственно, сам микрофон. Давайте посмотрим сначала, что нам продавец прислал в подарок. Вот такой трипод. Прикольно. Ножки пластиковые, не прорезиненные. Здесь металлический винт. Это хорошо, потому что на других триподах бывает пластиковый. Его срезает, как ты его закручиваешь. И, собственно, сам крепеж. Здесь тоже металлическая шайба латунная, видимо. Все так собирается. Ножки телескопические. Ну вот, можете оценить. Максимальная высота 25 сантиметров примерно. Сами ножки получается 16 сантиметров. Посмотрел цену на Алиэкспрессе. Стоит примерно 150 рублей. Отлично. Такой подарок. Вообще, продавец прям молодец. Ну и, собственно, герой нашего обзора. Очень легкая коробка. Размером всего 9 на 13 сантиметров. Технические характеристики. Можете поставить на паузу и прочитать. Озвучивать не буду. И голодрама, которая должна гарантировать нам аутентичность и неподдельность этого микрофона. И, собственно, здесь можно что-то стереть и проверить код на сайте Боя. Но это я потом сделаю и напишу в комментариях, все ли нормально или нет. Ну что, давайте откроем коробку и посмотрим, что внутри. Здесь у нас инструкция и микрофон, собственно. Классный такой прикольный чехол. Очень похож на чехол от наушников Cosport Pro. Ну, из кожзама, конечно. Но очень удобно, потому что микрофон не валялся без всего. Например, у аудиотехники и такого чехла не было в комплекте. Что же нам сюда положили? Собственно, здесь у нас сам микрофон. Кабель 6-ти метровый. Джек 4-пиновый, то есть подходит для смартфонов. Не надо никакого переходника. Если используете с цифровой камерой, например, на зеркалке, то, скорее всего, понадобится переходник с 4-пинового на 3-пиновый разъем. Так что заботитесь им заранее и закажите на Алиэкспрессе себе, если его нужно. Здесь батарейный блок, переключатель. Очень приятный на ощупь. Металлический, скручивается. Ну и, собственно, сама петличка. Вот она. Здесь у нас пакетик силикогеля и пакетик с чем-то еще. Давайте глянем, что здесь. Так, что у нас здесь есть? Переходник на 6,3 мм разъем для профессиональной аппаратуры. Дальше, прищепка металлическая, очень жесткая. Такая достаточно жесткая. Отлично держится. Ветровик, защита от ветра. И батарейка. Давайте посмотрим, что за батарейка. Вот эти батарейки LR44. Стандартная батарейка. Я уже заказал себе штук 10 таких на всякий случай. Ссылка тоже будет в описании на них. Так, ну что, давайте теперь достанем батарейку, включим и посмотрим, как она ставится. Все просто. Эта штука откручивается. И здесь у нас батарейный блок. Здесь он заплеен таким-то, типа, черный скотч или такой текстильный. Очень похоже на лекопластер на самом деле. Здесь у нас есть такой, похоже, язычок. Да, вот он. Вот, смотрите. Язычок для того, чтобы было легко доставать батарейку. Потому что вот на микрофоне аудиотехника от R3350 здесь были дырки. И можно было с гуочисткой ее достать. Здесь дырок нет. Здесь какой-то, типа, лекопластырь или что-то типа того. Вот поэтому, чтобы облегчить себе задачу, здесь есть такой вот язычок. Удобно. Этому прямо они хорошо придумали. Потому что иначе там запаришься, скорее всего. Так, плюс с наружной стороны. Вот, вписание. Плюс, получается, здесь. Вставляем батарейку. Все. Батарейка на месте. Закручиваем. Теперь одеваем ветрозащиту. И последний штрих. Это прищепка. Все. Микрофон готов к работе. Что хотелось бы сказать из минусов. Сразу давайте определимся. Но все уже об этом говорили. Здесь нет индикации режима работы. То есть, непонятно, включено питание, выключено, села батарейка, нет. Поэтому надо всегда контролировать этот вопрос. Ну, батарейки хватает надолго. Просто заменять раз в несколько десятков часов записи и никаких проблем не будет. Это все, если вы пишете с камеры. Если вы пишете со смартфона, то питание не требуется. И микрофон берет питание со смартфона. Ну что, пора проверить микрофон действию. Давайте я сейчас поменяю свои микрофоны и посмотрим, как он звучит. Так, ну что, дорогие друзья, сейчас записываю видео с помощью микрофона Boya BY-M1. Микрофон висит у меня на городе футболки на прищепке. И вы можете оценить и сравнить качество записи с предыдущим микрофоном. Сейчас питание на Boya BY-M1 выключено. Максимальный переключатель находится в положении OFF. То есть, в данном случае при записи на смартфон питание вообще не требуется. Микрофон получает питание от телефона. Проблем с батарейкой вообще никаких никогда не будет, потому что батарейка не используется. Также, что еще бы хотелось отметить из недостатков. Когда вы подключаете этот микрофон к телефону и записываете звук, то все нормально. Но когда вы пытаетесь проиграть это видео, то телефон думает, что подключены наушники и играет звук как бы в наушники. Но, естественно, наушников никаких не подключено, поэтому звук вы не слышите. То есть, надо каждый раз кабель вытаскивать, либо использовать специальный адаптер. Ссылочку тоже на него я оставлю в описании, я себе такой уже заказал. То есть, вы в него втыкаете наушники ваши любимые, вот этот микрофон, и этот адаптер втыкаете в телефон. И тем самым у вас есть любимые наушники, которые вы используете для прослушивания, и микрофон Boya, например, с которого вы пишете звук. И никаких проблем в данном случае нет. Ну, либо использовать наушники Bluetooth тогда, но не у всех они есть, и кто-то любит проводные наушники, поэтому это во многих случаях проще. Спасибо за внимание, спасибо, что пришли на мой канал, посмотрели видео до конца. Если это видео вам понравилось и оказалось полезным, то обязательно поставьте лайк, это очень поможет продвижению канала. На этом все, всем удачи, хорошего настроения, не забывайте подписываться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok